Доброе утро! Вот таким образом у нас преобразилась наша студия, и как мы уже обещали, у нас в студии гости. Это Елена Саурина, художник-педагог, председатель Запорожского городского объединения художников «Колорит». И Ольга Хрейкова, художник. Доброе утро! Мне сегодня как-то Анна не позволяет отпускать дополнительные комплименты нашим гостям. Очень приятно, что вы все-таки проснулись сегодня на утром и пришли с работами, и удивить наших зрителей. Спасибо большое. Как просыпалась там? Тяжело. Тяжело, да? Очень сложно. Для ранов, для будь-якої творчої людини. Это очень сложная работа. Мы в курсе. До речи, что я насудила, побачила, что наши гости сегодня принесли нам фотографии своих работ. Тож сегодня будем не только говорить, но и побачим, про что идем. У нас сегодня полностью изменилась студия, изменились даже декорации. У нас настроение уже такое абсолютно неосеннее, ближе к весне. Потому что как раз то обилие количества красок, которое наполнило нашу студию, как-то немножко преобразило и настроение. Прочь какой-то зимняя депрессия. Наверное, для того, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, вы и начали в свое время рисовать. Скорее всего, так это было. Или бы вот как-то вы по-другому пришли к искусству. Это было, может быть, не вчера, понятно. У вас уже, судя по тем работам, вы уже давно занимаетесь живописью. Вы знаете, это у всех, наверное, потребность. В первую очередь, с этого у всех начинается. То есть, просто не смогли не малювать. Ну, по-разному. Например, у меня образование микробиолога и бухгалтер-экономиста. Вот, пять лет назад я решила себя в творчестве проявлять. Совершенно вроде не творческий подход к жизни был, а в любом случае творчество искало выход. Он был всегда творческий. Просто понимала, что чего-то ж не хватает в жизни такого, чтобы было приятно телу и душу. Ну, на самом деле, считается как стереотипно, что до живопису человек должен прийти в каком-то детстве, учиться с 5 лет и так далее, и лишь после того стати художником. Я так понимаю, что вы до живопису пришли, в основном, совсем не с детства. И, несмотря на то, сегодня мы можем видеть такие прекрасные картины абсолютно профессионального выполнения. Ну, да. Ну, потому что обычно, если человек закончил, получил высшее образование, два высших образования, он за все, что берется, делает уже, ну, старается хорошо. Я всегда тебе говорю, ты говоришь, что вот ты получил два диплома, а не работаешь без специальности. Главное – выучить методику. Да. А там как жизнь не получится по-другому. А так все люди по методике. Кстати, очень часто, как раз работая с какими-то домашними материалами, домашним интерьером, люди приходят к тому, что начинают рисовать, что-то изобретать, что-то делать, там, вязать и все остальное. Вот какие-то вот из таких обыденных ситуаций приходить в искусство, и ты уже не успеваешь оглянуться, как через полгода у тебя выставка в городе. Ну, я думаю, что про выставку мы поговорим трохи с годом, у нас еще есть час. А пока что давайте з'яснимем, девчата, где же есть работа, и кто, власне, каким видом живопису занимается. Ну, я занимаюсь витражной росписью, живописью тоже занимаюсь, но витражная роспись, это, скажем, в последнее время она меня очень увлекает, поэтому акцент я в выставке сделаю именно на витражной росписи, выставлена была, представлена на выставке витражная роспись. Ну, а техники витражной росписи, наверное, сейчас я уже потом уже не буду. Мы сегодня покажем, как это происходит, но, на самом деле, я думаю, что все, кто так или иначе, когда-нибудь был в каких-то неимоверных архитектурных способах, обратил внимание на то, насколько красивыми есть витражи. Теперь мы увидим на собственные очи, что можно, власне, это делать и техниками живопису, и я думаю, что вы пореконяетесь на собственные очи в том, что это и вам под силой, чтобы, условно, работать над собой. Каким живописом занимаетесь ли вы? Ну, я занимаюсь живописью маслом. В последнее время мне очень нравятся фактурные пасты. Я ими тоже пользуюсь. И, получается, сначала фактурная паста, закладываешь холст, а потом обычными масляными красками, с протирочками, с мастихином люблю работать. Там будут работы, вы посмотрите. Это, певно, какие-то объемные работы. За счет пасты более объемные получаются со мной изображения. И поэтому картина смотрится, на мой взгляд, интереснее. На самом деле, мы уже говорили сегодня про то, что открывается выставка, и эта выставка ваша спильна. Мы как-то больше звукли до формата персональных выставок, когда автор транслюет какую-то свою одну идею в певной экспозиции. В данном случае, что объединяет, власне, в этой выставке вас убог и, власне, ваши работы? Кроме другого отношения, я так понимаю. Это именно творческая позиция. Может быть, один взгляд какой-то на творчество, на жизнь, позиция одна. Мы записали с Леной на выставку еще в 2012 году. Причем еще не знали даже, что будем выставлять. Поэтому у нас была цель и задача, которую, я думаю, мы успешно выполнили. И завтра при открытии можно будет это все увидеть. В 11 часов у нас идет открытие выставки в Артель. Это галерея Артеля. Думаю, все наши ледичи прекрасно знают, где она находится. Это улица Сталоварев, недалеко от нас. Власне, что же есть сиею идеей и, власне, чему полягает цей спильный погляд на жизнь, про который мы говорим? Ну, я думаю, наверное, позиция жизненная какие-то определенные. И потом, вы знаете, что касается именно, вот, и в этой выставке хотелось просто бы добавить, что это еще, наверное, колористика. Здесь акцент в этой выставке сделан именно на колористику. Вот, поэтому... Она называется у нас мир колорита. Она у нас и называется мир колорита. Поэтому здесь, наверное, я бы сказала, что, если в целом говорить о выставке, то, наверное, основная задача была поставлена передать настроение и состояние. Вот, мне кажется, есть, какая-то какая-то игра слева у названия мир колорита. Это идея колористика и с названием организации художников запорезькой. Ну, корни оттуда. Ну, короче, расскажите про организацию. Мы, на самом деле, не так часто нам доводилось встречаться с художниками из колорита. Как давно она существует и кого объединяет? Ну, она уже существует более 20 лет и объединяет около 140 человек. У нас как прикладники есть, так и художники. Люди достаточно профессиональные. Есть люди, которые имеют образование художественное, преподают в художественных школах. Есть у нас и директора школ, вот, скажем, инженеры, медики. Ассортимент достаточно широкий и большой, в принципе. Это люди, увлекающиеся и уже с большим стажем. Ну, и также многое, которые работали раньше художниками-оформителями. И на сегодняшний день они продолжают, многие даже и работать, в общем-то, художниками-оформителями, художниками-дизайнерами. Вот, очень широкий ассортимент разных профессий. И хотелось бы отметить, что, в общем-то, за уже такие долгие годы уже достаточно много интересных профессионалов. И, в общем-то, есть что показать и рассказать. Уда, Елена, вот вы работаете там, вы на стекле, вы с холстом работаете. У вас не было идеи, как раз именно для выставки, поменяться ролями, вот, попробовать себя, чтобы вы, например, поработали со стеклом? Я даже купила краски где-то полгода назад, тоже решила попробовать. Я не выдержала. Во-первых, это же совершенно другая техника, а во-вторых, запах красок на стекле другой. Он разный, скажем так. И работать в противогазе, я не знаю, как Лена с ними работает, но... Кровая, это же сильный запах? Ну, не все. Например, вот эта идея, краска, она, да, она на растворителе, на основе рощинника, и тут она имеет запах. Ну, я бы не сказала, что такой критический уж, но, тем не менее, ощущается. Ну, зрештою, может, все у вас заходит наткнение, о чем бы и нет. Тут важен не запах, тут важен результат, какой цвет, чего мы добиваемся. Красавца, все-таки, вымагает жертв. Да, вымагает, еще и яд вымагает. Запах через некоторое время приводит к полету мыслей в этом. Ну, чем бы и зрешто. Ну, я вам хочу сказать, здесь же краска бывает не всегда с запахом, есть она на водной основе. Это зависит от того, каких вы целей технических достигаете. Иногда можно пользоваться краской, которая, скажем, быстро очень сохнет и более устойчива в некоторых ситуациях. Поэтому, вот, что касается именно технических вот таких вот решений, это, наверное, да, это важно. Слушайте, может быть, у вас в дома усевик на таким чайном расписании. Сапожник без сапог. Ничего не... Витражная роспись, правильно я ее называю. Витражная роспись, есть какие-то отдельные направления, может быть, какие-то цветы, еще что-то. Все что угодно, абсолютно. Это может быть архитектура, это может быть роспись, скажем, в нишах какая-то, которая дается с подсветкой. Ведь сам по себе витражная роспись предназначена в работе на просвет. Мои работы отличаются тем, что я рискнула сделать их в картинной плоскости. И она делается самостоятельно, эта работа, ее можно представлять в любом интерьере, вот, включать любой интерьер, как-то варьировать этим. Можно подсвечивать отдельно, делать композиции. Да, и можно также делать элементы какие-то с подсветкой. В общем-то, это и роспись, и торшеров, и ламп, и часов, и бутылочек, и всего чего угодно. Вот, все это витражная краска, да, все, что работает на просвет, вот, все это подлежит росписи. И так же, скажем, картины, которые в плоскости, они ведь не подлежат, вернее, они на просвет не все идут. Поэтому тут немножечко больше даже вариантов. Девчата, мы часто спорачиваемся про это в контексте музык, но думаю, что до живопису это также можно отнести, насколько важливой есть художная освета. И чем можно, власне, без какой-то профессиональной осветы стать художником? Я думаю, что вообще-то оно не то, чтобы можно. Ты можешь быть художником, не профессионалом, но, вот, просто я по своему опыту знаю, что обязательно нужно поднять все основы, зарыться в учебники, начинать с самого-самого образования. Ну, самообразование, вы же понимаете, это очень важно. Одно дело тебя гоняет где-то в институте, а тут ты понимаешь, что это тебе нужно, и ты без этого никуда. На определенном этапе почувствовал, что у тебя есть там некий талант, и расположенность к чему-то, в любом случае необходимо шамаму поднимать базу, не изучать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Я к нам завещала, товарищ Клинин, разумела. Без этого нет. Я еще хотела сказать вот насчет колорита, насчет музыки. У нас сейчас проходит выставка, мы же в колорите сейчас очень делаем много выставок, очень много выставок. Мы три года сотрудничали в библиотеке «Юный читатель», и там открыли уже 11 выставок, один за одним, да. Какие вы активнее. Да, а сейчас у нас проходит выставка «Музыка живописи» в Глинке, да, на втором этаже, фойе, там. Это классическая музыка, поединание с работой на вашей художнике. Она была представлена к открытию 58-го сезона симфонического, именно вот под открытие сезона мы эту выставку. И она до сих пор там, можете на любом концерте зайти, посмотреть. Ну, я так понимаю, теперь ожидание спектакля любимых актеров превращается в некий еще такой экскурс работ наших запорожских художников. До речи, я не випадково запитала про освіту. Скажите честно, як долго довелося вчитися, освоювати ці техники, перш ніж вийшла, ну, вийшла якась така работа, якою вже можна пишатися. Пам'ятаете, власне, цю першу роботу, яка сподобалася самим? Она должна быть дома на самом едином месте. Ну, первая работа, которая и мне нравилась, она, сразу ее купили. Одразу, все пішло з молодца. А вот долго довелося вчитися, перш ніж вийшло щось таке серьезное? Ну, не то, чтобы учиться. Дело в том, что, когда я начала заниматься у Лилии Бережненко в галерее Ленин, там была такая позиция, сразу ты пришел, берешь холст и сразу начинаешь рисовать. Так, а це не поэтапно там. Вот сразу, да. Натюрморти, там, ці кубини, це не так. Все сразу. И поэтому у меня нет чувства боязни холста, понимаете? Я вот сажусь, я понимаю, получится, не получится. И начинаю что-то делать. У меня нет чувства того, что я испорчу. Потому что всегда можно записать картину заново. У меня многие работы по два, по три раза записаны. И они становятся только лучше. У Леонарда, да, то можно шаризмом знімать через кілька сотен роков. Идетесь, ну, что ж там мав на увазі художник. Да, и такое может быть. А в выкладку зі склом, как тут, власне, справи відбуваются? Насколько долго требует технику эту освоювати, першень что-то выйдет? Ну, техника освоювается очень быстро. Это не сложно, что касается именно самой росписи. Тут важно другое, так как основы рисунка везде. То есть нужно самой проработать сюжет, решить колористику. Для этого тоже какие-то знания нужны. И потом я долго занималась до этого живописью. И когда уже я включилась в работу со стеклом, для меня уже это не было какой-то такой проблемой. Ничего вас не здивуешь. Нет, нет, здивуешь. Причем еще як. Тут тоже очень много своих нюансов. Но все равно мне было чуть-чуть легче, скажем так. А вообще тут бесконечный поиск, эксперимент. И это очень долго может продолжаться. Ну, давайте экспериментувати разом и в нашей студии, зокрема. Сподіваюсь, вы нам покажете, как это отбывается. Мне завжди было интересно, как выглядит цей врубничий процесс. Давайте из самого початка. Все начинается с эскизу, да? Да, все начинается с того, что мы делаем эскиз. Вот такой эскиз, допустим. На отдельном листе. Да, на отдельном листике делается эскиз. Можно использовать стекло, можно использовать пластик. Он тоже прозрачный. Потом это все накладывается. А краска одинаково хорошо ложится и на стекло, и на пластик? Да, и на металл. Краска предназначена для гладких поверхностей, стекло, металлопластика. А вот походу, как раз вопрос, мы по поводу запаха уже выяснили. А сама краска, она предназначена для использования потом изделий. Может быть, только в интерьере, либо, возможно, и выставлять их на улице. То есть к агрессивной среде краска... Вы знаете, есть в агрессивной среде сейчас такие технологии, что абсолютно все есть. Можно потом в ландшафте использовать какие-то. Но это специально, это нужно обязательно предварительно знать, какую краску покупать. Хорошо, есть эскиз у нас. Вот такой эскиз. Вот, допустим, вот такие контуры. Это такой тюбик, который выдавливается, допустим, вот на поверхности. И может, если показать... Я убираю отсюда. Убираю, чтобы это было лучше видно. Здесь прозрачное будет стекло. И, допустим, дополнительно нужно будет еще какие-то детали сделать. Вот таким образом он наносится, допустим. Это досыть объемный контур. Он является не только контуром, объем создает. Он еще ограничивает перетекание краски жидкой. А, то есть это некий барьер, в который может потом будет заливаться краска. Мы сейчас будем делать заливку, допустим, фона. И эта заливка фона, она даст нам еще дополнительно... Контуры тоже могут быть разных цветов. Контуры бывают разных цветов. В зависимости от того, что вы решите выполнить в сюжете. До речи, а как долго требует ждать? Там точно, что подсохнет первый шар. Контур подсыхает где-то минут 10-15, скажем. То есть все довольно быстро. Да, достаточно быстро. Потом достается вот такая жидкая красочка. Когда мы говорим о заливках, я себе уявляю, там, какие-то шприцы, майже медичные маніпуляции. Обычная кисточка. Из всяких проблем. Я новогодняя заливная. Заливная. А вот именно как восьма, кому-то просидать. И вот капает, вот так вот капельку эту растягивает потихонечку, аккуратненько. Это нужно быть очень аккуратным человеком. Я себе уявляю, я это делаю, и у меня весь контур был в всей фарбе. И ни в коем случае не чихать. Все бывает в жизни. Да, запросто. До речи, а вот нам, власне, уже сказали, что навіть, если там что-то на холстине вышло, можно перемалювать, заново переписать картину. Если там какие-то огрехи отбываются вот такие работы, в витражном розписи, можно что-то подправить? Или это зипсовое молотно? Можно. Это можно пока краска еще не кристаллизовалась и сильно не схватилась. Ее можно снять. Можно спиртом обычным пока. Или же можно сделать это потихонечку, потом, когда она подсохнет, ее можно отскоблить чем-нибудь острым каким-то ножом, предметом, может быть, макетным ножом. И можно снять изображение. Вот этот вариант не получилось. Ай, совершенно. Нет, можно, можно. Почему? Она убирается. Просто это сложно. А если же подсохло? Нет, ножом-то как раз когда подсохло. А потом это можно еще взять спирт обычный, который, скажем, там 96 градусов, и потом этим спиртиком уже остаточки немножко там убрать, подчерить. А заливка берется слоем, потом застывает. И поверх этой заливки, возможно, дальше еще наслаивать краски еще рисовать. Вы запах почувствовали или нет? Ну, Туля, да, только я хотела сказать. У нас так налякалось, что там так и запах, я купляю момент. Нет, такого сильного нет запаха. Значит, вот смотрите, что у нас получается. Может, это наш запах, как раз его искали, но даже не чувствуем его. Вот, чтобы было видно, что он сейчас делается. Конечно, вот, да. Вот зелененький листик, видите, вот такой. И он прозорый. Да, вот он прозрачный. А что это за фарба? Это, я не знаю состав, потому что все фирмы состав не описывают. Вот это итальянская идея. У нас смолу якусь вина схожа, потому что вина не півпрозора. До нас девчата-майстры никогда приходили, и вот они робили прикрасы. Ну, она, конечно, далеко не смола, потому что все равно, значит, состав краски нигде никогда не описывается. Мало того, фирмы смешивать нельзя. Все боятся китайцы. Если взять фирму Идея и смешать с фирмой Марабо, она свернется. Там у каждого свой секрет. Обычно начинаешь пользоваться какой-то одной фирмой, значит, к ней нужно покупать лак, и ручинник, и так далее, и тому подобное. Ну, как обычно, производитель нас подсказывает на всю линейку. Ну, в результате может получиться вот такая вот красота, когда уже. Покажи, пожалуйста, какая красота может выйти. Вот, где-то так. Знаете, вы иногда контур показали, и трошки листочек зеленый, а теперь такая фотография готова работы, я не совсем разумею. Ну, я привалю, сделаю один маленький элемент. Просто у меня сейчас по времени это бы заняло минут 30, скажем. А сколько вообще? А работа где-то минут 30, да? Ну, вот этот, скажем, кусочек. А, просто залежь где-то минут 30, это враг, не спеша. Но потом, когда она... Участками, участками. Вот участок один, допустим, заливается. Видите, здесь перетекание ограничено. Надо подождать, пока высохнет часть работы, которая будет соприкасаться с фоном, например. А затем, когда она уже подсохнет, потому что она может нечаянно где-то затечь, нужно приступать к выполнению фона. И вот там, где вы приступаете к выполнению фона, там нужно смешение тона делать. А смешение тона, это уже... Вот я еще принесла вам, сказать, белила. Ага. Еще один элемент. Еще одна маленькая хитрость. Ну, насправді, ми сьогодні говоримо про квіти, квіти показуємо, а не за горами Новий рік. Власне, ви показуєте цей вітражний розпис, а я одразу згадую про святкові ялинкові прикраси, які, власне, так само зі скла і так само розписуються вручну. У меня в руках дуже такі святкові, не знаю, це фарба, а еще не фарба. Да, ну, точно не близко. Трешен, думаешь, я не буду пробувати. Власне, такі святкові, близкучі, я думаю, що це фарба. І думаю, що таким чином, якщо навчитися, можна робити або вітражні картини, або справжні прикраси до свят, до Нового року. Щось таке традиційній эстетики новорічній. Зробити отверстия, якраз можна придумати приспособління і підвешувати якраз на новогодній елку вот такі красиві украшення. Тюбики, прямо тюбики. Тюбики ми будем по-другому, да, іспользувати. До цієї ідеї ми ще повернулися. Я так чув, що ми відсюди винесемо багато ідеї ще. Ви ялинкові прикраси ніколи не розписували? Нет, до цього ще не дошло. Ну, якраз говорили, що матеріали можуть бути різні, може бути стекло, може бути пластик, може бути метал, а можуть бути якраз заготовки для новогодніх ігрушек. Слухай, знаєш, що було б дуже ще класно і красиво. Щойно мені така думка в голову прийшла. Оскільки це скло, оскільки вітражний розпис призначений для того, щоб працювати на просвіт, то можна купувати величезні лампочки і їх розмальовувати. От, власне, до температури ця фарба якось резистентна? Ну, ви знаєте, да. Во-первых, выдерживає температуру, є така краска, яка выдерживає температуру. Ведь сейчас при нових технологіях є краски, навіть коли ви можете розписати тарелочку, чашку, і це можна мати в посудомоєчній машині. В частності, краски Марабу, у них є нові, нові вийшли совершенно, я навіть не знаю, як, не помню, як вони називаються. Ну, да, вони термостійкі, але вся сущність заключається в тому, що вам не потрібно запекати цю краску. Вот, она высохла, і все. А цей фарба запекати? Це краска, нет, це совершенно другое, не подлежить запеканню, ця краска. Вона предназначена для покрытия просто сверху лаком і располагається на таких поверхностях, які не термостійчі, допустим, для цього не потрібно совершенно. Ну, я вам хочу сказати, що зараз лампочки такі, що можна і взятати, вони не дають тепла, да, вони совершенно... Представляєш, вони не нагреваються. Да? Да, я тебе открою секрет, нові лампочки ладовські, вони не нагреваються, кроме того, що вони ще економно. Вот, я хотела показати, вот, смотрите, видите, вот сейчас я соединила, ще це називається, розтяжка, соединила белий цвет зелененьким, і вот він такий дал нам розтяжку. Кстати, у нас вот скользь про, про сказано, такая фраза, получается, коли картина вже закінчена, вся композиція потім покрывається лаком, да? Да, да, обязательно. Так, як женська прическа, вот, з'явлено, крутим, потім лаком, зафіксировав. Для того, щоб її потім не так було тяжело повредити, скажімо, при желанні. Підозвіл, а багато, знаєш, про зачістки. Поцарапати гвоздиком і так далі. Ні, насправді, я вже загорілася ідеєю розпису лампочок, і ми обов'язково, я думаю, сьогодні розшукаємо якось лампочку і попросимо дівчат нам її красиво розмалювати, тоді у нас з тобою під Новий рік буде ще й красиве світло. От, бачиш, є таке звичайні буденні, звичайне буденне світло, а на яке свято вкрутили і краса. Ну, да, кстати, от, где провести праздники, новогодні в тому числі, лучше всего узнать із нашої програмі, которая так і називається, мини-путешествия, в которых ви можете узнать о новых уголках нашої України. І, до речі, от, ну, що воно звернуло увагу на те, що вже пішли в ход, власне, ці святкові, дуже яскраві фарби, от, звернув, а у вас спрошуєте, у нас новий рік. Золотой завжди придає, таке, таке, немножко настроєння праздничне. І хочеться нагадати усім нашим владичам, які зараз нас дивляться, що от такі роботи і, безліч інших, ви зможете подивитися на войсців, яка вже з завтрашнього дня стартує у галереї «Артель». З якої години? З 11. З 11. З 11 і, думаю, протягом двох тижнів можна буде ще встигнути. 15 ноября. А ще й до 15 листопада. Ми встигнемо побачити абсолютно все. Ну, ні в коїм випадку не отягувати це все на останній день, тому що, якраз в останній день, можуть знайтися якісь інші питання, і ви так і не зможете посетити. А я так думаю, що, наприклад, наші гості, ті роботи, які є у нас в студії, кажуть про те, що необхідно з самого першого дня планувати посещення цього мероприятия. І, до речі, хочеться нагадати, що до нас сьогодні проходила Олена Саворіна, художник, педагог, а також голова Запорізького міського об'єднання художників «Колорит», а також художниця Ольга Харякова. І, до речі, ми ще поза кадром з'ясували, та, власне, і в кадрі, що вона є ще і мікробіологом, як Аліса Цілізньова у фільмі «Гостя із майбутнього». Дуже приємно було з вами познайомитися, дівчата. Я бажаю вам успіху. І ми обов'язково завітаємо на відкриття вашої виставки. Як сподіваюся, і решта наших глядачів.